господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного слава тебе боже наш слава тебе видимо тут надо было поставить 9 здесь тоже за 9 число 1059 события дня и второзакония 2517 это я предупреждение тем кто гоняется за нашими знакомыми за моими знакомыми в интернете и заливает их грязью добивают помни как поступил с собой амалик на пути когда вышли из египта то есть они шли уже дело прошлое было помни не забываем этого каждый день молись о том чтобы господь их не наказал а там было наказал амалик с тобой поступил на пути когда вышли из египта как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших когда ты устал и утомился и не побоялся он бога и так когда господь бог твой успокоить тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле которые господь бог твой дает тебе будил чтобы владеть и изгладь память амалика из поднебесной не забудь добивает ослабевших вот так этим занимались изверги рода человеческого искали слабых предателей ненавистников это коммунисты поступали так фашисты и где она все это нигде нету а это свои верующие называются христианами изверги это были образы для нас чтобы мы не были походливы на злое как они были походливы все это происходило с ними как образы в описанном на стадии явления нам достигшим последних веков первое коринфянам 10 6 11 и объявление умерла на все это тут не выдумка не ради обмана сергей пупо бета вот что пишет сергей игнатов мир вам лично я против того чтобы в нашем сообществе принимали участие лица которые не имеют выдержки и смирения и вызывает раздор настойчивым навязыванием своих личных мнений не сверяя их с толкованием библии учителей церкви дело в том что меня спросили ну можно ли вот таких то просятся на противосектантские занятия которые люди уже показали себя что они не православные им это и не к чему они ну рассеиваясь свое злое учение только есть рычаги чтобы и больше не допускать я говорю смотрите как они возьмите с них слова что только один вопрос конце задавать чтобы не перебивали нигде не лезли вопрос и ответ но они это не смогут у нас такие заходили и они не могут это он их какая-то сила прямо раздирает он сразу же начинает скандалить лести такой христианин как метрофан грех был в нашем сообществе но по своему счастливе не согласился с условием не подливать масло в огонь своими спорными высказаниями по вопросам на которые даны четкие ответы святыми мужами как нельзя заигрывать с бесами так нельзя сближаться с нечестивыми а лишь молиться к богу об их в разумлении вот это абсолютно правильно 3 10 к титул говорит и река после первого второго разумления отвращайся ибо они грешат будучи самоосуждены у нас уже были которые вышли от нас обнаружилось чтобы чтобы они они не были нашими поэтому пока от покинувших наше сообщество не поступит письменного заявления через их протеже почему они хотят вернуться обратно нет смысла их просто так подключать к нашему сообществу это мое мнение по данному вопросу на окончательное решение за администратором сайта сергеем павловичем пупковым а вот здесь как раз речь на идет там где виктор николаевич савченко у сергея тут они не просятся вот это некоторые заходят не по не фамилии ничего нет я их не принимаю друзья пишите мне не здесь на почте даже на на почте а прямо на моей странице моем мире и там я отвечу вам на вашу страницу спрашивают в воронеже узнали что там получили наши книги наши книги вот я даже могу показать это фото из интернета как они получили где-то тут сейчас я не знаю наверно книги ну вот даже вот они получили сестры и как фотографируют с ними с ней комитета новый завет полное толкование с откровением такого никогда не было чтобы в одном из здания это трехтомник я не могу тут переключать у меня тут установка чтобы записывать можно было вот так эти какие радостные сестры получили книги все выписали книги и тут написано сколько заплатили у нас были люди уехали много где которые приходили эти тоже люди прислали вот это перфильевы вот они получили новый завет ребятишки перфильевы и к истинного православия эти как показывают люди и второе перфильевы вот как там видно муж стоит довольны все это редкие такое вот какой-то я копчук получил книги что-то самого то не видать вот этот про антихриста тут писали суд против что-то вот не копчук просто положили книги сфотографировали так но это это у меня другое тут царь цари что-то выигрыш ну сейчас это мнение нету тут бою хотел показать вещи так от смерти ну нет нету не найду надо будет разобрать потому чтобы удобно было вот так славу боже и вот стихотворение вчера разослал я вот здесь от клуб как человек поет вот это вот вверху прочитайте где вы познавшие радость спасения вопрос где вы омытые кровью христа или вы не видите наше мучение или вы забыли заветы христа в тьме беспросветно весь мир утопает тысячи гибнут неравной борьбе в пламени адском вся внутренность тает изжальтесь придите зовем вас к себе нас покрывает лохмотья порока нищие убоги мы помощи ждем скоро ли услышим мы голос пророка скоро ли спасение мир обретем в щаде угарного гагарном больного веселья в пламени жгучем безбожных речей в чаши отравы мы ищем забвения где мы где вы спасайтесь скорей где же о где вы носители света дети чертога и вечного дня мы вас зовем и не слышим ответа или вы уснули молчание храня автор Петр Луничкин ну так или не знаю Володя подойди я тут зайду песнопение включить надо я его не могу снять так подержи по мою городушку такую вот сейчас я туда зайду вот послушайте как играют как поют вот это это такое стихотворение музыку это не православное православное зачем у них одно и то же акафисты моления акафисты моления никого молятся когда Бога не знают и вот здесь мы должны услышать как поют посмотри внимательно прямо надо где вы познавшие радость спасенья где вы омытые кровью Христа иль вы не видите иль вы не видите наши мученья иль вы забыли и замены Христа в тьме в тьме беспросветной весь мир утопает тысячи гибнут в неравной борьбе в пламени адском сануне адском илью 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 Нас покрывают лохмотья пророка, Ниши в голове мы полнощи ждем. Скоро пишем мы голос пророка, Скоро спасенье и мир облетем. В чаде у горном больного весне, В ламени жгучем безбожных лечей. Пчаще отравы мы ищем забвенья, И мне вы, где вы, спасайте скорей. Где же, о, где вы, носители света? Дети черного и вечного дня, Мы вас зовем и слышим ответа. Иль вы уснули, молча не храня, Иль вы уснули, молча не храня. Блуждают овцы мои по всем горам, И по всякому высокому холму, И по всему лицу земли рассеялись овцы мои, И никто не разведывает о них, Никто не ищет их. Иезекииля 3, 4, 6. Ибо огрубело сердце народа, Себа ушами с трудом слышат, И очи свои сомкнули. Да не узрят очами, не услышат ушами, И не вразумеют сердцем, И не обратятся, чтобы я исцелил их. Исайя 6, 10. Это вот так, чтобы выступить, вот так сказать, Это за 2000 лет православное не сделали. Все делят, делят, кто к грекам относится, Куда сейчас этой политикой занимаются. Но это сектанты, видно, что это не православное, Но как он поет, какая музыка. Ну мы должны же увидеть это, нельзя этого не увидеть. Ну они пришли, тут у него галстук висит, как веревка на шее, Женщина там сам бритый, тут ясно дело, что себя не сокращает. Но возьмем только одно песнопение. К ним обращаются, к кому? Православные-то никого не видят, никому не идут, не проповедуют. Я говорю только об этом. Ну а вы поделитесь тем, что есть. То есть они не церковь, но они стараются, а они ищут. И вот сегодня, то есть я вот это увидел, И долго искал тут, кто автор. Ну так или не так, как вот показываем здесь, не знаю. Но я его это песнопение, знал стихотворение, рассказывал, 56 лет назад еще. То есть оно не сегодняшнее, автора, наверное, нету. Сидят они как на скамейках, все так это. Но ему не надо ни выгибаться, ничего. Какой он стоит, как мужчина, он мужчина. Был бы с бородой, все по-другому было бы. И одежда на женщина, друга. Тут ни за чем можно сказать. Но они себя тоже не покорятся, они. Никак. Как он выглядит? Ни толстый, ни толстопузый, ни толстомордый. И какую музыку-то придумали? Три клавиатуры. Видишь, как под орган. Как орган. И где вы, познавшие, идут. Они сидят, пойдут, встанут. Да нет, послушали. Бесплатный концерт. Приходят, удобно так, тепло. Такое красивое строение. Все как надо. Подвига-то спроси, как. Постятся? Нет. Креста нету. Крестного знамя не знают никогда. И будет исследовать истину? Нет. Нет, нет, этого нет. Ну, вот это можем мы взять. Стихотворение. Кто он такой, кто написал? Они берут все. Что Натсон написал, Некрасова, Пушкина. Они берут, отовсюду все ищут. Православные ничего нигде не берут. Вот, есть там где и все. Вот кто-то же написал это. Я молюсь, я православный. Ну, вопрос православным задам. Почему вот молитву утреннее молимся? Сначала молитва Господу Иисусу Христу. Но если так по ранжиру, то надо молиться уже Богородице. Нет. Второе – Ангелу-Хранителю. А третье – Третье Богородице. Почему, если она счастнейшую Херувиму, славнейшую без сравнения с Ерапим? Вот такое выражение, это и припевы такие дают. Я не против и читаю, но задуматься-то можно. Когда это началось? А здесь соблюдается именно тот ранжир, который у Бога установлен. Нигде этого нет, что человек счастнейший Херувим. Даже когда апостол Павел говорит, немного унизил человека, все равно унизил хоть немного перед ангелами. Почему? Мы плотью обречены еще. И никаких исключений нет. Все в беззаконии зачаты, в грехе родила меня мать моя. Это Давид говорит. Здесь ничего не хотят слушать. Дальше, как католики, что они, и бессемянное зачатие, и ее, и Аким, это не отец совсем. Ну, то есть, вот на одном месте все вращается. Это никак ко Хрису не приводит. Никуда не глянь, иконы, иконы. Я с иконами, у меня иконы, свой угол, весь в иконах. Могу показать даже, я не знаю, тут его не видать. Вот. Это в комнате. А там, где у нас было, в другом месте, там от пола до потолка все это иконы. Ну, нельзя же так, чтобы из иконы ни шагу не шагнуть. Едут в лес, там вешают, где шофер там у себя иконку вешает. Но это неплохо. Ну, маленько-то можно как-то увидеть. Других-то не требовать этого. Веруют, как они веруют. А здесь никак. Все праздники какие-то, праздно ставят. Праздник означает праздно. А вы на площади стоите праздно. Праздно. Никто не нанял. Вот у вас праздники, праздники. Почему первые христиане имели только один праздник? Один. Богоявление, то есть начало проповеди. А здесь крещение, что погадать. Все это обложили всякой пакостью эти праздники-то. Даже Рождество не отмечали отдельно. Было вместе с крещением. Ну, Пасха, само собой. Все, больше ничего нет. А здесь все и Сретение, и... Ну, почему не сделать Сретение-то? Покров Божией Матери. Покров. 14 октября. А что Сретение? Сороковой день после Рождества. Ну, какое отношение-то ко мне имели? Ну, встретил, встретил. Праздновать надо Сретение наше с Господом. Было ли оно? Сретение апостола Павла со Христом. А то толчок к проповеди. А то-то ничего и не дает. Он еще. Ну, все, отпускаешь меня. То есть заупокойное все. Ныне отпущаешь, я работаю. Куда? То есть я умру. Пришел домой, лег, глаза закрыл. Ну, можно маленько-то как-то порассужать, чтобы на другого-то это не навешивать. На первый день только кто пришел. Давайте скорее ему иконы. Гулять по храму, смотреть. Ну, неужели не видите, что для людей, которые, не знаю, 2 миллиарда мусульман оттолкнули этими. У них нет икон. Нет. Ну, можно было как-то. Никак. А вот колокол долбят. У них Модзин кричит с минарета о том, как хорошо встать, как помолиться. Как-то установили они обязательно пятиразовый намаз. Пять раз. Притом это 2 миллиарда подставили под это. Да у нас даже в деревне этого нельзя сделать. Даже верующие все. И не сделать. Этого не сделать. Даже один раз, чтобы средня помолились вот так вот, и то нет. А тут все вместе, одни мужчины, склоняются. Ну, может, вдруг что-то увидеть-то хорошее в людях-то. Да, головорезы, режут голову там везде. Кто христианин, всех убивают по жизненный срок или казнят. Это все есть. Но первые-то века разве не так было. Так и было. Закон Диоклетиана. Его декретали. Вот так. А у нас что тут? Вот сейчас вы видите. Смерть Путина. Вот это все. Это Лукашенко смеется. Это все православные выставляют. И вот посмотрим, где богачок Юрий поет. Обратился. Пьяница был. Никому не принадлежал. Никому. Но он у баптистов. Он не православный. Вот Ник Вуйчич ездит. Там и с президентами встречается. Без рук, без ног. По всему миру. Миллионы людей. Не православные. У православных совсем этого нет. Говорит. Все это составляет слова. Я стоял на площади, когда в Москве, когда открывали памятник Кириллу и Мефодию. Говорил патриарх Алексей Второй. Слово Библии ни разу не упомянули нигде. Нету. О Христе, слово Христос, так вроде христианская эра там вот скажут. Речь-то не о Христе идет. А здесь конкретно о Христе. Где вы забывшие? К кому обращаются? Ко всему миру. Пришли туда? Нету. Сколько еретиков-то за перестройку-то везде понавезло. И сюда-то кораблями, не вагонами гнали литературу. Православных нет. Свечи. Свечи, деньги, торгуют. Колдовство сплошное. Муж ушел, свечки надо скрутить, поставить, зажечь. Ну, что тут непонятно-то? И вот надо отпевать. И вот такой-то был. И вот он. Ну, дня даже слова не было одного о Христе. И внезапно ударился артист. И все, погиб. Нет, он где-то говорил что-то, как-то. Ну, кого-то звал ко Христу, нет. Ну, посмотрите, самый знаменитый проповедник в мире. Кто? Билли Греем. Православный? Да нет, конечно. Но не он же один такой. А сколько их таких-то? И стихотворцы, музыку ложат. Даже вот косари на лугу. Кто? Ну, сектанты. Православные аранжировку свою поставили. На поле крестятся, стоят. А свое-то создать не можете. А если свой, задушат. Задушат. Как сейчас бросились на Владимира Головина-то? Просто как вот псы какие-то кидаются отовсюду. Душат и душат друг друга. Новый Майдан, новая революция устраивает. Господь милости, говорит, хочу, а не жертву. И излечешь, если из ничтожного полезное. А тут столько. Почему Григория Петрова никто не знает? Ну, можно же взять-то. Православный священник. Акапис написал, слава Богу, за все. За несколько дней до расстрела, как свидетельствует. Ну, можно же его как-то, чтобы перевозчика. Кто знает Павского, Герасима Петровича? Пользуемся. Псалтырь на русском языке. Изъядают. Но его имя нигде не известно. Самый безукоризненный, так скажем, великий в Ветхом Завете кто? Ведь не назовет, даже патриарх не назовет. Да почти наверняка. Ну, кто Давыд? Да за Давыдом два смертных греха. Неукоризненный. А что он Давид сделал-то? Ну, что сделал? Написал, псалтырь, больше ничего нету. Псалтырь. Призывает, как уничтожить врагов. Царь. Ну, и что царь? Жен там брал и живых, кажется, и полумертвых. Не знаю. Задаю вопрос. Сидят священники. И не могут ответить. Знаете, Ездра. Ездра. У него три книги, написанные им в Библии. Он собрал книги в один кодекс Ветхого Завета. То есть пол Библии ему принадлежит труду. Вывел народ из плена, которых не он туда затолкал. Слава Иисусу Христу! Сестра проверяет. Так, отстроил стены. Ну, все, что он сделал-то, даже сказать. Вместе с Ниеми устроили общий развод. Очистить нацию от осквернения. Дети-то наполовину разговаривали, говорят. По-иудейски, по-язычески. Ездра. Его даже в списках святых нету. Совсем нету. Я все говорю. Герасим. Что у него было? Один был один. У него был лев. Он занозу вытащил. Лев к нему привык. Подкармливал его там. Ну, когда умер, лев-то еще, он тосковал. Он поднялся об землю, ударился и умер. То есть, воспитал кого? Одного зверя и тот самоубийца. А Герасим Петрович Павский. Воспитатель царских детей. Профессор. Лучший переводчик. Вот псалтырное чтение, читаем по-русски. Это его перевод. Матфея. Это его перевод. Другие книги-то, не знаю, там, Хвольсен переводил. Ну, архимандрит Макарий Глухарев. Нету, как будто и православную вообще о них ничего не знают. Не знают. Марии Египетскую, да, считают. Она 47 лет была в пустыне. Хотя это не повеление Божие, ничего нет. Канонизировать, как Андрей Кураев тут подсчитал. Да у меня «Житие святых» это симфонию составлял. Ни одной канонизации мирского человека нет за 2000 лет. Ну, царство монахов. Ну, если только его не казнили. Просто жил, хороший семьянин. Трудился. На таможне работал. Говорит, взятки не брал. Там перечисляет, где он работал. Где он работал, с работы домой ничего не тащил, не воровал. Нету. Князья, мирские люди там. Ну, князья, да, там девать все куда без них. Канонизируют. Ну, все игра такая. Притом, нечестная игра. Я признаю так, как канонизированные, кто каждый день молюсь. Но нельзя не рассуждать. Мы очень и очень нуждаемся, чтобы к нам Господь послал православных пророков. Чтобы мы задумались, вышли из этого плена, которым окружил нас сатана. В каждом деле припоны, припоны. Проповедение. Вот мы ездили в миссионерская поездка от Владивостока до Лиссабона. И везде. Главное препятствие. Если православных там нет рядом, можно проповедовать. Есть, они против. Сразу же. Никто не знает, кто мы, откуда, чего. Вообще не знает. Первый раз видит. И все равно кидается напротив. Как псы. И все душат и душат друг друга. Мне пришлось у себя только на ресурсах 6,5 тысяч клеветников заблокировать. Матеряция все православная. Неправославные-то не будут этого делать. Показать наши ресурсы. Мой мир. Вот сюда нужно здесь писать. Пока говорил, зашла Наталья Чернова. Она была с сыном. Что она тут пишет? Мир вам, Игнатий Тихонович. Хорошие стихи. В первом вашем стихе задели слова. В глазах детей сокрыта простота. И видно то, в чем суть всей красоты. А во втором, Лущинкина, последний. Где же, о, где вы носители света? Где чища ртога и вечного дня? Мы вас зовем и не слышим ответа. Или вы уснули, молчание храня? Это я вчера всем разослал, вот это стихотворение. Всем, кому мог, разослал. Я вот стихотворение наизусть знал. И петь, конечно, не пел. У меня и таланта на это нет. И дальше просто показать надо. Мой мир. Вернуйся домой. Вот так. Ну и мой ленточный вариант. Это православный форум Игнатия Лапкина. Вот тут все есть. Сколько вчера посетили? Сейчас посмотрим. 228. А то и меньше бывает. Сегодня на два человека меньше. Ну сколько есть? Ну это именно ищущие. 1600 тем. И вот наш православный видеоканал. 13 тысяч. Около 100 еще. Вот вчера я выставил. События дня. Вот смотри. Фотография Надежды Васильевны сидит. Кто будет вести занятия с детьми? Очередность. Вот я ткну его, показать. Вот они заходят. Дети. О. Наша... Все садитесь на этот стол. Будем сегодня записывать. Все садитесь на этот стол. Вот она, гликерия. Вот она. Видишь? Вот ты стоишь. Вот Надежда Васильевна. Платочки одеты. Ну ладно. Я показать хотел. Вот какие у нас здесь... И дальше что тут? Вот занятия по изучению Библии. Это выставил я сегодня ночью. Ночью. И вот тут интересный маленький ролик. Сколько сейчас я скажу? Четыре минуты. Смотри. Ваши минуты. Во-первых, вот... Это наши голубевы Екатерина. Людей собрала и смотрят, как Владимир Головин его спрашивает про меня. Вот посмотри. Он православный христианин, я знал. Это важно. И это мой брат во христе. А как к братьям нужно относиться? Если к врагам наш любой, а к братьям с любым любовью. Поэтому вот это мои отношения. Слышал видеозаписи его беседы, обращений. Она трясется, у нее телефон с телефона снимает. Но она ревностная. И она показывает им. Меня всем поражает его глубина эмузиций и знаний писания. Это отечественная литература, что святых. Он очень грамотный, православный, грамотный человек. Но у него есть своя особенность, Кавказ. Он очень горячий. Очень горячий. Ну, русский. Горячий, да. В этом году ему, по-моему, 80. Он весь такой живой, деятельный. Хотелось бы пожелать ему побольше сил, здоровья. И просить его поназвешно. Мне, собственно, хотелось бы съездить в Алтай, по Теряевку, где Игнать Тихонович. Ну, и вместе с твоим братьям и сестрам. Понятно. То есть она взяла этот ролик, который здесь есть. У нас есть этот ролик. И там включает. И чтобы людей смотрят, чтобы они могли... Приучает, как бы сказать. Вот он. Андрей Другов. Каково ваше личное мнение, отношение к Игнатию Тихоновичу Лапкину? Вот так вот, да? Да. Напрямую. Ваше личное мнение? Во-первых, он правоставленный христианин. Я знаю. Это важно. И поэтому мой брат в христе. А как к братьям нужно относиться? Иван говорит, к врагам даже с любовью, а к братьям-то с сугубой любовью. Поэтому вот это мое отношение. Слышал в видеозаписи его беседы, обращений. Меня всё время поражает его глубина эрудиции и знания писания. Святоотеческая литература, святых, он очень грамотный, православный, грамотный человек. Но у него есть своя особенность, как у каждого. Он очень горячий. Очень горячий. Ну, русский, наверное, да. Но в этом году ему, по-моему, 80. Он весь такой живой, деятельный. Хотелось бы пожелать ему побольше сил, здоровья и попросить его молитвы о нас грешности. Мне лично очень хотелось бы съездить на Алтай, в Потеряевку, где Игнат Тихонович, ну, и вместе с своими братьями и сёстрами во Христе восстановили заброшенную деревню их родную, где она теперь православная, там живут. Такая некая православная община. Хотелось бы это вживую увидеть, пообщаться. В этом году рядом с событиями, которые у меня произошли, здоровыми не только, не получилось. Очень надеюсь всё-таки приехать. Очень бы хотелось увидеть не только Игнать Тихонович и с ними пообщаться, а этих людей, людей и их общинное устроение. Думаю, что мне будет чему поучиться. Поэтому вот так отношусь как к учителю, как к моему учителю, как к человеку, который много что знает и много чего может научить. Ну, есть у него, я говорю, некие такие вещи, вот, для кого-то, может, жёстко будет звучать что-то. Ну, у нас у всех лично много что-то есть. В церкви ведь главный принцип вот какой. В главном единство. Главное, он догматически православный, канонически православный. Он причащается в православной церкви. Он сын русской православной церкви. Это главное. А в второстепенном-то свобода. Разные формы быть. Но главное написано во всём и в любовь. Это главное. Вот она им это показывает. Вот это показывает. Ну и наш большой сайт. Православный библейский сайт. Вот очень много тут всего есть. Попутно, видите, говорят. Как-то у меня нынче летом пришёл один человек, говорит. Это от сатаны. Это всё вот это. Интернет, то другое. Ну, представьте, вот это ничего нет. Ну, и прикроет. Но зато сколько людей через это пришло и обратилось. К Богу. Тут материалы, тут книги. Что хочешь, можешь. Вот только толкнул. Фотоархив. Допустим, фотографию посмотреть. Ранее фото. Опять толкнул. Всё пошло. Отдельно батюшка. Крещение. Игла. Занятия. Община Барнауля. Лагерь Стан. Потеряевка. Персоны. Ну, вот, допустим, что нас заинтересовало. Занятия. Допустим, к нулю. А, вот они начинаются. Вот я первое сразу. Вот. Пожалуйста. Это у нас занятия были в университете. Здесь что? Здесь новая книга моя пришла. И сразу её смотрят. Приходили люди вот эти, которые вот. Три, четыре. Вот эти. И они не наши даже. Так. Теперь что ещё? Показать на занятиях где? Что относится к занятиям? Вот кто-то поднимает руку. Вон я на кафедре стою с Игорем. С обратной стороны сфотографировали. Поясняют. У нас записками можно было. То рука ничего это не даст. Ей пиши. Она напишет. Вот так. Там говорят, что тут он сидит. Священники. То есть интересно. Да, интересно. Интересные там люди. А тут батюшка стоит и держит их. Вот. Лошади. Незаменимые помощники в деревенской жизни. Видишь как? А теперь дальше. Вот он батюшка. Кормит курочек. Трактор. Что? Батюшка кормит куриц. Надписи. Вот здесь. Вот он. Как написано про Сеньку Разина. Говорит. Ты веселый и хмельной. Ну тут он веселый, но не хмельной. Видите? Такая белая резость. Свящи чисто восковые. Вот Анфима некомедийского икона. Вот. Я к тому говорю, что по теме разбита на нашем сайте. Ну какой священник может так взять своих овечек и показать? У батюшки прибыль. А овечка двух ягнят принесла. Вот видишь вот сколько всего. Вот. Уникально, да? Вот она. Новогодние подарки. Это бывает у людей. Они это могут сделать. А вот так тоже не каждый ребенок взял крестик Тараси и грызет. Пробует его. Смотрит. А он уже большой парень. Тараси пробует крест. Вот так. Ну ладно. Мы вернемся назад. Допустим, вот батюшка. Крещение. А вот оно крещение. Пожалуйста. Это студент принимал крещение студента. Вот он стоит. Батюшка в воде. Это тоже могут составить и могут показать. Но не так и часто. Вот так. А это вот после крещения ездит, показывает их трое в лодке. Это жизнь меняется. Вот. Вот как крещение было. Кресили в белых одеждах. Батюшка в воде. И вот они подходят по одному, крестятся. Это пирс на нашем озере. Это пруды запруженные. Вот так. Это я показываю, где как. Батюшка в воду сходит. И вот подходят к крещению. Это удивительное дело. Это труд перед Богом. Вот решили сфотографироваться. Где. А вот она память после крещения. В восьмом году. Десять лет назад было. Десять лет. Ну, десять лет накинет. Если им было, по семь лет уже. Семнадцать. Ясное дело, что все уже по-другому. Где-то там люди. Кто-то уехал. Кто-то как-то. Вот. Мы возвращаемся. Показать как. Это на нашем сайте. На нашем. Вот. Альбом. 2009 год. Благовестие. Вот. Открыли только. И где благовестие. Вот. Это где-то в клубе. Вот. Это я стою перед ними. На вытяжку. Где-то вот книги дарим на благовестие. Вот. Это библиотеки. Это все мои книги. 38 книг. 600 городов посетили. И районных центров. Вот оно где. Как. Видите, как. Это около библиотеки собрались. Где-то было. Привез нас кто. Видно шофер. Вот он где. Это. Женя. Долгов. Это наши сестры стоят. Уже. Кого-то нету. Кто-то умер. Время-то давно было. Что-то у клуба с главой администрации село Подстепное. А, вот он. Глава администрации. Это подписано. И вот таких. Сколько здесь у нас. Под разным-разным. Персоны. Потеряевка. 2009 год. Потеряевка. Вот. Что тут. Ну вот. К Кресту подошел. И в Тихий наш епископ. Там священники стоят. Диакон еще был. Вот. Диакон вставал. Это какое дело-то. Посещают. Это что тут такое. А это Крестный ход. Это склад Игоря Барабаша. Еще крытый был Толью. Вот. Тут, видимо, архиерей приехал. Иконы вынесли. Харугви. Кто-то уехал. Кого-то уже нет давно. Вот. Даже показать, где как. А это где-то мы были. Где клуб Ярмачихи. Это село такое закорченное. У клуба. Клуб Ярмачихи. Пришли люди. Мы послушали. В библиотеку 38 книг. Полный комплект 750 евро стоит. Видите как. Деревня. Уходим назад. Хотя показать только. Книги разные. Вопросы, ответы. То есть очень и очень богатый здесь у нас склад. Ну все на этом на сегодня. Богу слава.